Здравствуйте! Я очень рада видеть вас сегодня на этой встрече. И мне хочется сказать о том, что когда я готовилась к встрече с вами, я долго думала, с чего начну наш рассказ, и поняла, что есть некий пробел в том, когда мы говорим о выставке, о произведениях, мы мало говорим о наших героях. А наши герои действительно удивительные люди. И сегодня я хотела бы поговорить о тех организаторах выставки, которые собрали всю эту красоту, которую вы видите сегодня в залах Музея русского импрессионизма 100 лет назад, в 1921 году. И чтобы было понятнее, я начну свой рассказ с места, где они жили, что они делали и для чего они это делали. Я думаю, что моя встреча будет носить все-таки немножко краеведческий характер. Я остановлю ваше внимание на своей презентации где-то минут на 30. После этого я готова ответить на все ваши вопросы, которые возникнут. Я знаю, что кто-то смотрел выставку, тому будет, наверное, понятнее мой рассказ. А кто не посмотрел, тот, наверное, с большим знанием пойдет в залы уважаемого мною Музея русского импрессионизма и с еще большим интересом посмотрит то, что здесь находится. Наши герои родились и жили в городе, в Слободе-Кукарка, не в станице, как говорили некоторые искусствоведы, а все-таки в Слободе. Это был рабочий поселок в Яранском уезде. Слобода-Кукарка была небольшим центром уездным, вернее, волосным центром в уезде. Жителей там было немного, но по красоте она была одним из лучших уездных городов Вятской губернии. Деревянных зданий там было немного, были здания каменные, были великолепные храмы. И недавно по метрическим книгам удалось доказать, что наш главный герой, а их было три, наш главный герой Евгений Васильевич Медведев родился в деревне недалеко от Слободы-Кукарка. Поэтому это, если можно сказать, местный житель, который закончил Варшавский политехнический институт, архитектурное отделение, мы должны понимать, что Варшава в те времена была территорией России. Вот вы видите карту в левом нижнем углу Яранский уезд. Вот в этот Яранский уезд входила Слобода-Кукарка. Кукарка 19-го начала 20-го века являлась крупным культурным, торговым и промышленным центром. Золотницкий писал о Кукарке в 1866 году. Числом зданий Кукарка превосходит многие уездные города-губернии. В ней 5 каменных церквей, более 20 каменных домов, каменный корпус лавок, много полукаменных домов, из деревянных большая часть на каменном фундаменте. Вообще же Кукарка, в Кукарке вовсе нет тех убугих лачужек, которыми наполнены уездные города и многие дома по величине и архитектуре, с тротуарами из дикого опочного камня, могли бы служить украшением губернскому городу. Одновременно со строительством развивалось банковское торговое дело. Возникло пароходство Якимова, и Кукарка стала крупной пристанью на Вятке. Наружбеже веков в городе были открыты две библиотеки, лесная школа, учительская семинария, гимназия, самодеятельный театр и типография. А вот как выглядела Слобода Кукарка. Это открытки, выпущенные в начале 20 века. Вот вы видите улицы, пристань, вид сверху на город, на Слободу Кукарка. Это достаточно большой центр, где жили и работали наши герои. Вот вы видите Слобода Кукарка, сборно-красный крест, 14-15 год, это фотография справа. То есть совсем себе ничего. А вот это Слобода Кукарка, дача купцов в окрестностях Кукарки. И вот как раз справа дача купца Лебедева. Евгений Васильевич Медведев, наш герой, был женат на старшей дочери купца Лебедева. То есть он мог бывать в этом доме. Он сейчас существует, но в очень плохом состоянии. До наших дней он дошел. То есть вот так вот выглядела Слобода Кукарка. Школа Кружевниц, которая прославила Кукарку по всей России, потому что кружева, которые делали ученицы этой школы, поставлялись к императорскому дворцу. Пожарный колонча, построенный по проекту местного архитектора, очень известного в Вятке Ивана Аполлонча Чарушина. А вот это жители Слободы Кукарки. Жители Слободы Кукарки по летописным источникам назывались кукаряне. Поэтому, то есть это идет в летописях, в газетах, поэтому вот это наши любимые кукаряне и кукарянки. Вы видите слева на двух фотографиях есть обозначение мастера, который делал эти фотографии. Это Мочилов Яков Якимович. У него была собственная фотография, собственное фотографическое заведение. В 1909 году был выпущен набор открыток с видами Слободы Кукарка, насчитывающих до 38 экземпляров. Часть из них была выполнена по фотографиям Якова Ивановича Мочилова. Интересны воспоминания Мартынова, литератора, который родился в Слободе Кукарка, и его родители были купцы. Он писал о нравах и быте кукарского купечества. Образ жизни кукарян отстал от сельского, особенно богатый животногородской манер. Домашнее убранство в богатых домах даже роскошно, хотя не отличается вкусом. Дорогая мебель, расписные потолки и стены. В одном доме я видел позолоченные карнизы. Вообще внутренняя обстановка у многих на купеческую ногу. Только что мы с вами видели Слободу Кукарка до революции. А вот сейчас начинается уже обзор города после событий 1917 года. По некоторым данным 1918, по некоторым 1919 годах город был переименован из Слободы Кукарка в город Советск. Но что интересно, окончательно город Советск по документам стал намного позже. Вот вы видите митинг после свержения самодержавия в феврале 1917 года. Ну а это уже жители города Советска в 1920-е годы. Вы видите, как меняется их внешность. Свидетель тех событий Барышников писал. Январь 1918 года. К этому времени в Кукарку приехал большевик Михаил Иванович Изерглин, чему очень был рад Черепанов. Советскую власть установили. А что делать дальше, не знаем. Остро стал вопрос о продовольствии. Нужно было решительно пресечь безудержную спекуляцию. Особенно хлебом и продуктами питания. Хлеб, крупа, мясо, масло. Сначала продавались по талонам, которые выдавались в Ревкоме. Потом выдавали продовольственные книжки, состоявшие из талонов на продукты питания и на товары. Хлеб в бедноте продавался по сниженной цене. Ревком взял на учет все деньги в казначействе, установил контроль за их выдачей. С первых дней национализировали дом купца Сайфулина и несколько домов крупных богачей. Были национализированы пароходы купца Якимова, кожевинный завод и фабрика обуви Богомолова, склад лесных материалов Сафронова, спичечная фабрика Радигина и Соболева, фабрика валеной обуви Стрельникова. Массовой национализации не проводилось. А на национализированных предприятиях руководили прежние хозяева. Которым выдавали зарплату. Ведь и средств, и среды рабочих, грамотных, а тем более специалистов почти не было. То есть сейчас мы подходим к тому времени, когда начинается активная деятельность наших героев. Вот сейчас на фотографии слева вы видите примерно, как выглядело здание, где работали сотрудники Советского районного подотдела по делам музеев. А справа фотография сегодняшнего здания, которое было сделано два года назад. Сейчас это здание полиции, и у него существует пристрой. А это отчет о подготовке выставки, который хранится в архивах Кировской области. И обратите внимание, что здесь говорится о том, в каких комнатах в этом здании что размещено. И что интересно, площадь под поло приблизительно 42 квадратные сажения. Я пересчитала, сколько это на сегодняшний день, это 190 квадратов. Но примерно половина была экспозиционная. Но вы видите, что у здания много окон, поэтому экспозиционная площадь была достаточно маленькая, чтобы представить, где располагались все те экспонаты, которые сегодня вы видите в экспозиции Музея русского импрессионизма, чтобы было вам понятнее. Ну а это анонс второй художественной выставки. Евгений Медведев писал, что два анонса были выпущены, текст у них одинаковый, а вот картинки разные. То есть сотрудники советского районного подотдела очень грамотно подошли к выставке. Они сделали каталоги, они сделали анонсы выставки, которые печатались в газетах и которые они разносили по-советску. Ну и, соответственно, грамотно подошли и к ее экспозиции. Вот это тоже уникальный протокол заседаний комиссии 20-го и 21-го годов. И вы видите здесь мандат, где в третьем абзаце говорится о том, что наделяется и Медведев, художник-архитектор, и художник Сергей Александрович Пшивцев полномочиями членов коллегии Совета подотдела с председательством Евгения Медведева. Ну а здесь, в протоколе 20-го года, вы видите, что наших героев три человека. Это Медведев, Белянин и Пшивцев. В 21-м году, когда они делали третью передвижную художественную выставку, самую большую, их было тоже трое. Вот Белянин, он уедет в Петроград, а на место его придет школьный работник Якимов. Вы видите, С.Д. Якимов, Сергей Якимов. Это человек, который учился в Петрограде на экономическом факультете. И фамилия Якимова достаточно известна в Слободе Кубкарка. Это владелец пароходов. То есть большинство устроителей выставки было из хороших купеческих семей. Ну и начинается мой рассказ о нашем главном герое Евгении Васильевича Медведеве. Когда начинали мы работу с выставкой, мы знали о нем очень мало. Вы видите единственную фотографию, которая была у нас. Вот она посередине. То есть так выглядел Евгений Васильевич Медведев. Буквально месяц назад из города Советска мне прислали фотографию, которая справа помещена. И на этой фотографии нам удалось атрибутировать, потому что она в очень плохой сохранности. Я даже не стала убирать срезанный угол, чтобы вы имели представление. Вот фотография пришла, и мы знали только мужчину справа. Это художник Шивцев, который жил и работал в городе Советске. Но посмотрите, кто сидит за ним. И посмотрите на ту фотографию, которая была у нас. Это молодой Евгений Васильевич Медведев. За ним на лодочке третьей, которая выглядывает, это как раз Якимов. То есть вот это наши герои, которые участвовали в организации выставок. Вот чтобы было представление, мы фамилии говорим на выставке у строителей. Это я знаю, что и кураторы говорят, и сотрудники, которые водят экскурсии. Но мы никогда не задумывались, а сколько же лет было нашим героям. Вот самый из них молодой был Евгений Васильевич Медведев. На момент создания выставок в 1920 и 1921 году ему 29 и 30 лет. То есть это молодой, энергичный человек. Вот эта фотография примерно на обороте написана, что она сделана в 1914 году. И слева вы видите анкетный лист, который хранится в Государственном архиве Кировской области. В заполненной, это просто расшифровка, он написан от руки. И здесь говорится о том, что он из семьи крестьянина, что он закончил Варшавский политехнический институт, чем он занимается, и его подвиги, которые он осуществил в Советске в конце 1910-х и начале 20-х годов. Что мы о нем еще знали? Мы знали о том, что он был женат на старшей дочери купца, очень известного в Советске, купца Лебедева. В 1922 году Евгений Васильевич Медведев с семьей и с братом, у него был брат, на 6 лет младше его, он уезжает в Петроград, поступает на архитектурное отделение бывшей Императорской академии художеств. Заканчивает он ее в 1921 году, а после, по воспоминаниям брата, он жил и работал в Елагиноостровском дворце. Позже переехал в Петергоф. В 1941 году он был в больнице под Петергофом, и при обстоятельствах, когда фашисты прорывались в город, его не стало. Примерно в это же время погибает при защите Брестской крепости его сын. Семья, жена возвращается в годы войны в Киров, тогда, в 1934 году. Вятка была переименована в город Киров. Он возвращается в город Киров. Или она, простите, возвращается в город Киров. После войны она приезжает в Ленинград, но квартира, в которой они жили, была занята военным. А все вещи семья военного вынесла на помойку, поэтому ни фотографий, ни документов о Евгении Васильевичем Медведеве не сохранилось, к сожалению. Но недавно была опубликована статья Дарьи Малород, которая является в настоящее время сотрудником музея в Петергофе, где, исследуя, это даже у нее не дипломная курсовая работа, где она исследовала деятельность музея Елагиного дворца. И там она пишет о том, что с 1925 по 1929 год директором музея был Евгений Васильевич Медведев, сын крестьянина. Подробно написано, чем он занимался, делал выставки, занимался тем, что описывал поступления, которые проходили в эти годы в Елагиноостровский дворец-музей. То есть он практически занимался тем же, чем он занимался в советские 20-е годы. Дальше сведений о нем, кроме воспоминаний брата, мы не имеем. Но то, что сделал этот человек в настоящее время, по той экспозиции, которую мы видим в Музее русского импрессионизма, это уникально. То есть вот это главный наш герой, сведения о котором в настоящее время очень небольшие. Ну вот, чтобы вы имели представление по метрическим книгам, Евгений Васильевич Медведев родился в деревне Смоленцевой, близ Слободы-Кукарка. Вот в 1926 году в этой деревне было 108 хозяйств, 483 жителя, мужчин – 221, женщин – 261. То есть вот в такой небольшой деревне по тем временам родился этот человек. Значит, следующий наш герой – Белянин Николай Яковлевич. Родился он в Нижнем Новгороде, учился он в Казанской художественной школе, а потом в училище Императорской академии художеств. Что мы знаем о нём? Мы знаем о том, что Белянин на момент создания выставки находился в городе Советске, и ему было 32 года. Вот здесь мы с вами видим официальные данные об этом художнике. Я брала только то, что относится к нашему периоду. Но вот в воспоминаниях этот человек в своей семье рассказывал очень интересные факты. Он говорил о том, что когда грянуло революционное правосудие, и солдатские комитеты начали гоняться за офицерьём, однажды вечером к Белянину, только что списанному в запас, прокрались двое солдат из его взвода и настоятельно посоветовали той же ночью уходить из части. Николай Белянин, конечно, чувствовал отношение к нему рядовых, и потому просто доверился им. А на следующее утро в части начались расстрелы. Но судьба приготовила молодому человеку ещё одно страшное свидание. Когда он, срезав погоны, плыл на пароходе в Нижний Новгород, на одной из пристаний на палубу поднялись компания в дрызг пьяных солдат, которая принялась просеивать пассажиров на предмет принадлежности к врагам революции. Офицеров и подозрительных штатских сгоняли штыками на берег, и тут же, линяясь даже дойти до ближайшего оврага, расстреливали на глазах оцепеневших от ужаса женщин и детей. У Белянина сработал инстинкт. Он свернулся на палубе калачом, притворившись пьяным. Потом всегда с волнением он пересказывал семье, как голко бухали, приближаясь к сапоги, как пнули ногой, требуя встать и доложить, кто таков, на что Белянин, не открывая глаз, только выругался матом. Опешивший патруль в некоторое время молся, молча пошатывался. Потом один из них не то сказал, не то икнул. Свой. И смерть снова прошла мимо. Несколько месяцев Белянин преподавал рисование в школе в городе Советской Вятской губернии, а в марте 1919 года его призывают в Красную армию на нестроевую службу в Приволжский запасной полк в городе Вятка. Но в сентябре снова увольняют по состоянию здоровья. И Белянин продолжает преподавательскую работу в Советске. Только в 1921 году ему удается вернуться в Академию художеств. Здесь вы видите справа фотографию с работы, которая представлена сейчас на выставке. И об этом мы знаем. Это уникальная, ну такая вот очень свежая, живописная, тюдного характера работа. Это натюрморт с цветами, вядающие розы. Две недели назад я была в городе Советске. И в музее мне вынесли работу, которую вы видите слева. И здесь мы с вами видим этот же натюрморт. Изначально, когда я увидела эту работу, у меня закралась мысль, может быть, это этюд, написанный в музее в городе Советска в 1920 году. То есть, возможно, мы узнаем, как выглядела экспозиция, вторая или третья передвижной художественной выставки. Но по окнам мы определили, что это другое здание. Это всего, скорее всего, квартира или комнаты, где жил в эти годы и работал белянин Николай Яковлевич. То есть, вот эта работа находится в настоящее время в Советском районном краеведческом музее. Ну и третий наш герой – это Шивцев Сергей Александрович, который родился в Слободе-Кукарко. Он сначала закончил реальное училище в городе Елабуке, затем поступил в Казанскую художественную школу на отделении живописи, но затем решил получать высшее образование. Параллельно он пытался учиться и в школе, и в университете, но потом ушел в университет на отделение естественных наук физико-математического факультета. В 2019 году он занимался педагогической деятельностью. Известно, что в Слободе-Кукарко был театральный кружок, и Сергей Шивцев делал такие небольшие сценические театральные этюды. Справа вы видите единственную фотографию, где он молодой. Все остальные фотографии относятся к более старшему периоду его деятельности. Что еще известно? В 19-м, в 20-м году и частично в 21-м секретарем музея, которая вела те протоколы, которые исписаны таким красивым мелким почерком, Гали, не Галина, а Гали Николаевна Флёрова. В 21-м году мы видим фамилию секретаря Галины Николаевны Флёрова-Вшивцева. Впоследствии она стала супругой Сергея Александровича Вшивцева. Детей у них не было. Но до конца жизни он жил и работал в Кировской области. Что хочется еще сказать? Вот то, что вы видите здесь, это находки буквально последнего месяца. Слева деревянная скульптура художника Богатырёва. Вы видите каталог второй передвижной художественной выставки. И под номером 31 мы с вами видим дяди Силантий дерево. Надо вам сказать, что меня сподвигло работать дальше и искать, возможно, произведения живописи, графики и скульптуры, которые показывались на этих художественных выставках. То есть было предчувствие, что, наверное, не все нашли. Потому что мы почитали, что 355 работ было на выставке, примерно половина найдена в настоящее время. Знаем, что работы казанских художников были направлены обратно в Казань. Потому что казанских художников мы как раз и не досчитываем в Советске, в Яранске, в Вятском художественном музее. В декабре месяце я делала доклад в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан о казанских художниках, участвовавших на двух передвижных художественных выставках. И сотрудники музея в Казани меня спросили, вот скульптур Богатырева очень мало. У нас в основном гипсовые скульптуры, сказали мне они. Причем есть очень интересная скульптура Николая Ивановича Фешина, сделанная Богатыревым. Богатырев – это тот художник и скульптор, который положил основы скульптуры в Республике Татарстан, поэтому к нему относятся с определенным пиететом. Я сказала, что нет, но есть предчувствие, что найду. И тогда же я сказала такую фразу. Знаете, меня уже боятся пускать в муниципальные музеи, потому что вот все что-то ищу и все что-то нахожу. Ну и изначально я решила позвонить в два музея, сказали, ребята, вот вдруг у вас есть, вот должны быть, сказала я им. Все смотрим гипсовые деревянные скульптуры. Должен быть Богатырева? Они говорят, нет, у нас нет. Я думаю, ладно, перезвоню, перезваниваю. Я говорю, и они говорят, мы нашли скульптуру Богатырева. Я говорю, очень интересно, как? Ну вот мы нашли каталог, значит, у нас есть дядя, они говорят, она опубликована в государственном каталоге. Я говорю, ребята, я этот государственный каталог, по вашему музею, вот вдоль и поперек, нету этой работы. Они говорят, вы знаете, она у нас была неизвестный художник, но благодаря вам мы ее атрибутировали. То есть она сейчас Богатырев, дядя Силансий. Вот вы видите эту работу с Левна, действительно интересно, потому что я ездила уже после нашего звонка, они мне ее показывали. Есть еще там гипсовые работы, есть предположение, что Богатырев, но подпись не очень четкая. Поэтому пока с точностью определяем, что вот дядя Силансий – это новая работа, которая показывалась на второй передвижной художественной выставке. Я стала смотреть дальше, в Яранск. В Яранск мне говорят, нет, Богатырева, нет, вот мы уже все вам показали. Что интересно, когда работаешь с госкаталогом, вот я ввожу фамилию Богатырев через «е», мне выходит один зрительный ряд. Я ввожу фамилию Богатырев через «е», мне выходит другой зрительный ряд. Последний раз, когда я ввела фамилию Богатырев через «е», мне вышла скульптура старика из Яранского краеведческого музея. То есть в настоящее время мы знаем две скульптуры, которые показывались на второй, а Бдыгарев участвовал и на третьей передвижной художественной выставке, и на третьей передвижной художественной выставке. Причем известно, что посылались письма Медведевым, выставку делали срочно в спешном порядке, и они просили найти шесть подставок для скульптур. Учащиеся делали из дерева какие-то подставки под скульптуры Богатырева, потому что кроме Богатырева там скульптур не было. То есть это был практически единственный скульптор, который участвовал на второй и третьей передвижной художественной выставке. А сейчас мне хотелось бы рассказать вам, каким образом атрибутировались произведения участники второй, особенно третьей передвижной художественной выставки. Мы с вами знаем, что первая выставка весной 1920 года состояла из местных художников, из вятских местных художников. Вторая выставка осенью 1920 года состояла из казанских и вятских художников. А вот третья, самая большая, которая должна была пройти по семи городам вятской губернии, состояла из 355 произведений, 55 художников. Что сделали наши герои? Они оставили нам подсказку. Вот здесь, на фрагменте из одной работы, которая была участницей третьей передвижной художественной выставки, мы с вами видим столбик цифр. 189, то ли х, то ли каталог, точка 3, вот второй ряд совпадает, и К111, вот К111, вот этот номер всегда совпадает с каталогом третьей передвижной художественной выставки. Поэтому атрибутировать в какой-то степени было легко, потому что были подсказки. И мы, когда видели работу, мы смотрели сразу же оборот и видели, принадлежит эта работа к третьей передвижной художественной выставке или нет. Но есть одна особенность. К живописным работам делались наклейки. На графических полотнах они писали карандашом. Поэтому графические произведения атрибутировать легче, живописные сложнее. Значит, в левом верхнем углу мы с вами видим порядок цифр. Это оборот одной из картин Николая Яковлевича Белянина, которая две недели назад была обнаружена в Советском районном Краевическом музее. То есть с точностью мы с вами можем сказать, что произведения Белянина, вы увидите их чуть позже, были показаны на третьей передвижной художественной выставке. Вот так они выглядят, наклеечки, она не реставрирована. Работа из коллекции нашего художественного музея большая часть отреставрирована, и реставраторы наклейку эту приклеивали на подрамник. Ну, так она выглядела вот с исторической точки зрения. Ну, а в левом нижнем углу вы видите работу, которая, возможно, таким образом экспонировалась на третьей передвижной художественной выставке. Вот когда мы увидели графические работы в Яранском Краевическом музее, они были на, вот, лицевая сторона, это стеклышко, обклеенное вот такой вот ленточкой по краям. А слева вы видите номер. Вот аналогичный номер можно найти на выставке, если пойдете на работе Родченко. То есть это предмет обытования, произведений в 1921 году. Ну, и здесь мы с вами справа видим также столбик цифр. Вот видите, К-141. Это вот, ну, сейчас мы можем уже сказать, что это каталог 141. Действительно совпадает с номером. Это уже работа, оборот работы из нашей коллекции. Ну, а в верхнем углу вы тоже видите номера и оборот работы, которая хранится в Яранском Краевическом музее. И там вот такая вот розовая ленточка, заклеенная. То есть, скорее всего, вот это был такой подвесочный материал у работы. Таким образом, она экспонировалась, это оборот работы. Ну, и вот произведения Белянина. Я извиняюсь, что они в плохом качестве, но это примерно вот говорит о том, как они выглядят сейчас. Сохранность у них оставляет желать лучшего. Это четыре произведения, которые находятся в Советском районном Краевическом музее. По документам две из них нижние показывались на третьей передвижной художественной выставке. Вот оборот одной я вам уже показала. Что интересно еще? Это вы видите приказ начальника управления культуры Кировского облсполкома от 10 августа 1965 года. В целях сохранения произведений живописи передать с баланса Яранского краеведческого музея на баланс Кировского областного художественного музея имени Горького произведения живописи и графики согласно прилагаемого списка. Директору Яранского музея краеведения товарищу Иконникову указанное произведение снять с фондов учета музея, а директору областного художественного музея товарищу Козыревой взять указанное произведение на учет основных фондов. Всего 99 произведений по приказу. Передано по акту в 1965 году всего 77 предметов. Значит, посмотрите, наша любимая работа Лазарева натурщица, Андрей Дмитриевич, должна была передана в Кировский областной художественный музей. Кроме всего прочего, меня интересует работа Федоровского. В настоящее время у нас одна работа, вот, а здесь мы с вами видим две работы. Ну, и здесь есть разночтение. Например, значит, мы с вами видим работу под номером 24, которая идет Степанов В.Ф. Две фигуры. Мы с вами понимаем, что это Степанова. Ну, о том, что поступило в Кировский областной художественный музей, мы с вами понимаем. И какая научная работа, большая атрибуционная работа была проведена за эти годы. Да, 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 да. То есть вот вы можете видеть, и кто был на выставке, тот уже видит и узнает, какие ошибки были при поступлении. Ну, и приказ очень грамотный, мы видим очень точную формулировку, да, для чего это было сделано. Чтобы сохранить эти произведения. Ну, в чем сложность? То есть живопись еще более-менее понятна. Вот сложность в том, что под номером 35 мы с вами видим, что 20 штук было передано акварели и рисунков, а гравюр и рисунков разных художников количеством 45 штук. То есть вот это было чехом, да, если можно сказать, общим количеством передано. Но вот, тем не менее, приказ существует, и он достоверно говорит о состоянии работ в 65-м году. Ну, а это фотоматериалы. Меня часто спрашивают, и я думаю, что и сегодня будут задавать вопросы, каким образом удалось атрибутировать произведение Кандинского. Вот в левом нижнем углу это известный искусствовед, доктор наук, который защищал диссертацию в нашей стране. Она в то время заместитель директора Института исследования науки и культуры Евразии. Была в нашем музее в 2000 году. Она взяла у меня тезисы моего выступления в Государственном Эрмитаже, и в своем каталоге, который ей удалось сделать, она делала выставку произведения Кандинского из музеев нашей страны. Она опубликовала вот эту интересную историю в находке произведений Кандинского. Ну, а все остальные фотографии – это Вивен Индикот Барнетт, американский куратор, научный сотрудник музея Гугенхайма, член Американской ассоциации искусств, колледжа Международного Совета Музеев, общество Кандинского, секретарь 1992 по 2001 год. Это наша с ней встреча в Государственном Русском Музее, когда мы привезли показать ей работы на предмет, как-то уточнить все-таки, подлинны они или нет. Потому что были искусствоведы, которые говорили, что у Кандинского были подражатели, и они сомневаются в подлинности этих произведений. На что Барнетт при нашей встрече, мы где-то полтора часа с ней общались, она все, вы видите, записывала подробно, она привезла какие-то свои фотографии, аналоги того, что мы ей изначально посылали. И вот вы видите, слева я держу копию каталога Третьей передвижной художественной выставки, и как раз рассказываю ей о бытовании этих произведений, и частично о той выставке, в которой участвовали произведения Василия Кандинского. Она тогда же сказала, что это подлинные, у нее сомнений нет. Она смотрела оборот, бумагу, ну это специалист своего дела. И она сказала, что в следующем каталоге Резоне будут опубликованы наши произведения. Действительно были опубликованы. Она подарила каталог с публикациями наших произведений. Таким образом, моя научная работа по атрибуции Кандинского была завершена. Вот так кратко о наших героях и о том, где они жили и где показывались эти выставки. Все остальное вы знаете и знаете о том, насколько удивительна была судьба этой выставки. Поэтому, если у вас есть сейчас вопросы, я готова на них ответить. Я пыталась закрыть тот момент неизвестности, который бывает у посетителей нашей выставки при встрече с миром прекрасного, который мы показываем уже на третьей выставке. Сначала вы знаете, что она была в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. В год столетия со дня основания и создания выставки мы показали ее в Вятском художественном музее. И вот сегодня с новой архитектурой она прекрасно смотрится в залах Музея Роскомпрессионизма. Я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Андрей Дмитриевич, вы знаете все. Какой вопрос. Да, давайте. Андрей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот этот список передачи в 65-м году произведений из Еранска в Вятском. В Кирском музее. Я вот до сих пор не понимаю, чем руководствовали те, кто забирали эти произведения, почему они не взяли все? Знаете, мы размышляли на эту тему, вот получается все, что было в плохой сохранности, они не взяли. Все, что было без подрамников, то, что осыпалось, то вот по нашей логике, поэтому оно не оказалось в нашем художественном музее. Как вариант. Но Кандинский видел хорошую сохранность. Да, но Кандинский поступил, он к нам не поступил по документам, он был подклеен. Он поступил вот в том составе 45 штук из приказа, из списка. Конечно, уникальна судьба этой выставки, этой коллекции, этих людей. Ну вот я очень рада, что мы рассказываем об этих людях. И изначально, когда в Ельцин-центре открывали эту выставку, я говорила, что целью моей, вот мотивация моя отдать дань уважения этим людям, которые понимали. Вот мы с вами видели фотографии жителей города Советска, 20-х годов, которым предназначалась эта выставка. И мы понимаем, что, и мы говорим здесь с кураторами, что они шли посмотреть на этот прекрасный, обнаженный женский торс художника Лазарева, а не на произведение Кандинского. Но я еще говорила о том, что я не понимаю, что двигала этими людьми. Вы знаете, я вот недавно поняла, значит, революция, 17-й год, три года прошло после революции. Все устроители, устроители с хорошим образованием, дети состоятельных семей, купцов, которые вот свое предназначение видели в образовании, которые остались в Лободе Кукарка и занимались тем, чем занимались. Вот такое небольшое объяснение. Еще готова ответить на Ваше. Я прошу прощения, потому что я вас из тех зрителей, которые немножко по-другому понимают систему лекции, и я совершенно не готова ответить. Я готова ответить. Мне вообще интересно, каким образом отбирали они, работали на эту выставку. Были ли какие-то каталоги, или они просто... И почему именно из казанского, да? Ну, как бы из казанской губернии, из казанского. Да-да-да, сейчас... То есть, получается, ну, Янская губерния, они, понятно, там, соответствуют, да? Угу, да, границы. Да, но почему именно эти два региона, а не какие-то другие, вот, и, соответственно, может быть, какая-то была там сверхидея, которой они руководствовались, когда это все собирали? Да, я сейчас отвечу на Ваш вопрос. Сейчас просто покажу карту. Значит, смотрите, очень многие жители Яранска и Советска получали образование в Казани. Казань – это даже не вятка, то есть там университет, там казанская художественная школа. То есть уровень университетский намного выше, то есть это крупный университетский центр. Вот сейчас по дороге, если смотреть, 201 километр до Казани от Яранска и где-то 203 до Вятки. По дороге я просто смотрела, как это сейчас примерно выглядит. То есть расстояние практически одинаково. Но еще раз говорю, Казань была крупнее. Это как многие наши герои и люди, которые жили и работали и в Яранске, и в Советске получили образование в Казани. А очень многие имели какие-то дружеские связи с однокурсниками, потому что известно, что выходцы из, например, Уржумского уезда, которые учились в Казани на живописном отделении, учились практически одновременно с Родченко и Степановой. То есть связи однокурсников были очень тесные. Значит, миссия этих художников, вот наших героев, да, как они видели. Значит, я уже сказала, что в 20-м году была первая выставка, и она потом по нарастающей шла. Видимо, ну, по логике она находила интерес у жителей города Советска. Вот, вторая была также показана в Яранске. То есть они просвещали, это была их цель. Как они собирали работы? Кто-то ехал в Москву, кто-то ехал в Казань, а кто-то ехал в Петроград. Но из Петрограда, мы знаем, на Третьей передвижной художественной выставке был только один автор. Это наш дорогой Николай Яковлевич Белянин, который уехал в 20-м году в Петроград и там получал свое образование. Все, больше из Петрограда никого нет. То есть вот они собирали эти работы и затем привезли в город Советск, чтобы показать местному населению, просветить. Каталоги были и у Первой, и у Второй, и у Третьей передвижной художественной выставки. Странички из каталогов я вам показывала, но напомню. А финансировал это местный отдел культуры какой-то, да? Да, дело в том, что там и образование финансировало, и отдел в городе Вятке, под отделом которого был вот этот советский районный под отдел. Смотрите, они брали эти картины, но потом, если они оставались в местных музеях, значит, они как-то иступали, они уже авторам не возвращались? Я сейчас расскажу. Вот смотрите, это каталог с Третьей передвижной художественной выставки. Мы говорим на языке искусствоведов, что он слепой. Есть только фамилия, имя, отчество, инициалы. Иногда инициалы бывают ошибочные. Редко, но бывает. И дальше мы с вами видим название работы, иногда даже нету техник. Вот, например, наш любимый Кандинский. Мы с вами видим рисунок, акварель, номера, кстати, номера поставлены. Почему, мне кажется, у Вивен Барнетт не было сомнений? Потому что на обороте там закорючки поставлены Кандинским. То есть все очень четко. Ну и столбики цифры тоже совпадают. Значит, вот вы видите, мы говорим слепой каталог, сложно понять. Он такой же и у Второй, и у Третьей передвижной выставки. Это все очень четко и подробно написано в каталоге, который продается в Музее русского импрессионизма. И там вы увидите очень интересные статьи, которые вводили зрителя в курс дела. Когда они писали, что нельзя строго подходить к тому, что показывается на выставке. Что это современное искусство. Надо подойти, вникнуть и вот очень деликатными быть. То есть статья вводила в курс дела. И мы понимаем, что устроители знали, кому они показывали. То есть они адресовали это все конкретным людям, понимая, как они будут относиться к этому, к современному искусству, к произведениям Кандинского. Но и на выставке вы увидите, там есть и реалистичная страничка, часть экспозиции. И есть работы раннего авангарда и авангарда. Она была, если можно так сказать, такой вот соляночкой, да, всего понемногу. Но так они видели современное искусство. Значит, я уже сказала, что с казанскими их связывали дружественные отношения. Дело в том, что выставка должна была пройти по семи городам и доехать до Вятки. То есть устроители решили, что они это все осуществят. И вот этот уникальный проект, эту уникальную выставку увидят жители губернского центра Вятки. Но, к сожалению, голод, холод, тиф, недород, денег на транспортировку нет. И она была показана в советский, в яранский. И в яранский они благополучно забыли. Мы с вами видели приказ в 65-м году. 77 произведений было отправлено в Кировский областной художественный музей тогда. Как мы сказали, что Казань вот как-то вот так, как белое пятно у нас в настоящее время. Но в Казань-то ездили постоянно. Поэтому мы предполагаем, а графических листов было много. Проще было графические листы в папочку сложить и отвезти. Потому что много было печатных вещей из Казани представлено. То есть вот таким образом в Казань вернули, а Москва, Питер вот забыли. Они возвращались именно в музей, а не самим автором, да? То есть как бы авторы без вас... В Казань, во-первых, в Казани собирали у художников. Поэтому, скорее всего, отдали художникам, потому что в музее произведений немного. Ну и я знаю исследователей, это и Ольга Улемнова, и Ильдар Галеев, которые очень активно работают на эту тему. Поэтому известно, что, например, у художницы «Графика» были в коллекции, предположительно, те произведения, которые мы здесь видим. Вот таким вот образом. Да, Андрей Дмитриевич? У меня вопрос, но прежде я хочу сказать по поводу каталога и его ошибок. Вот видите, 108-й номер, Кравченко, 109, 110, 111, это некий Кривенко. Мы искали, кто такой Кривенко, найти не смотреть, а потом оказалось, что это работа тоже того же Кравченко. Просто это кто-то неправильно прочитал подпись, и вот... Я хочу представить мной любимого и уважаемого куратора выставки Андрея Дмитриевича Соробьяна. Из зала. У меня к вам вопрос. Вот как вы думаете, и я тоже не знаю ответа, Ведь когда вот Кандинский и Родченко, которые работали в музейном бюро, и раздавали по всей России работы авангардистов, они составляли везде всегда очень чуткие списки. Все были номера, названия, иногда даже размеры работы. А вот по поводу выдачи работ на эту выставку, никаких документов нет в архивах музейного бюро? Вот как это объяснить? Вы знаете, в одном из документов, который хранится в архиве, написанный рукой Евгения Васильевича Медведева, есть несколько точек в Москве, где брали эти работы. Вот музея Зотом нет. И что мне еще интересно, в этом каталоге Андрея Дмитриевича здесь, знаете, вы тоже встречали, я думаю, что обращали внимание, художники левой ассоциации. Ее ведь тоже не было, я не нашла нигде. Это я как раз понимаю. Просто авторы себя относили, скажем, к левой ассоциации, но работы-то хранились не в левой ассоциации, как вы правильно говорите, такого места не было. Работы хранились в музейном бюро, которое напротив здания, напротив музея Пушкина, теперьшнее, в Академии Должунова. Так вот они там все лежали. Вот странно, что они получив оттуда работу, не сделали никаких. Списков и свидетельств. Мне кажется, знаете, вот то, что мы сказали, они дружили, и вот эта дружба вот возможна. То есть как вариант. Потому что мне кажется, на мой взгляд, вот в любом деле, и я на протяжении всей своей жизни убеждаюсь, это все зависит от личности. Вот личность приехала, там, Кротченко, и сказали, вот, ну там, мы с тобой учились, там, или что-то, вот мы делаем такую выставку, вот, да, вот такой вот город, вот надо показать. Ага, надо показать. Чик-чик-чик, времени же мало. Быстренько сложили, папочку положили. Причем мы знаем, что живописные работы, они были без подрамников. Мы знаем, что они и везлись без подрамников, что они натягивались непосредственно в слободе Кукарка. Ну и потом они и хранились позже без подрамников. То есть... Ну да, там, наверное, какой-то федоровский попал. Да, да. То вот так выберите. Конечно, вот, ну да, они там, ну, надо показать и то, и то, и то, и вот, значит, и то, и то, и то собираем. Вот примерно так. Да, давайте. Не готова вам сказать, знаю, что это был, устраивался он как рабочий поселок. Жить, я понимаю, не готова вам сказать, известно, так, так, очень... Давайте похлопаем. У меня мама проработала всю жизнь в педагогическом училище в бывшем. Да, да. Она хорошо узнала все детства, все это подавали. Да. Кукарка, в принципе, там были марийские визына, и Кукарка это как ковш. То есть переводится с языка как ковш. Ну да, там вот такая местность, да, да, да. Я где-то встречала еще река Кукарка, но вот географически я нигде. Там прийти, да, и там очень такое, так сказать, вот смешно, буквально вот так вот, да, и вот это как один из вариантов, когда вот, как бы, ну, такой общепридно, кажется. Вы знаете, с Кукаркой, да, Кукаркой город Советск, очень много с ним связано, и вот потом каких-то, знаете, вот, ну, я не знаю, мистических, не мистических событий. Дело в том, что в годы войны в городе Советске, бывшей Слободе Кукарка, хранилась коллекция из музея Великого Новгорода. Даже туда должны были чуть ли не Эрмитаж привезти. И известно очень интересные воспоминания людей. Ну, условно, сундок хранился долго в семье отца. Пришли, арестовали собаку, ночью собака залаяла, собаку пристрелили, значит, вывели в одной рубашке вот этого мужчину, собаку бросили мертвую туда же. Через несколько лет как бы уехала жена и дочь куда-то, и семья, которая жила вот в этом же доме, они взяли сундок и говорили, что за снуком приедет там кто-то там вот из детей. Долго там два дня открывали этот сундок, открыли, там была золотая посуда. Ну, в общем, легенда с этим городом, не легенда, не легенда, но вот это, есть такое описание. Так что чудным. Да, конечно. Пожалуйста, вот, я поняла фамилии, это все фамилии художников, которые были на этой высоте. Да, да. И мы говорили в основном это Синдинский и вот здесь Кравченко. А вот интересно, судьба картин остальных художников, они остались в этом городе Кукарка или как? Все остальные фамилии? Я, наверное, повторюсь. Здесь, значит, в каталоге 355 произведений, 55 авторов. Выставка из Советска была перевезена к очередной годовщине октября, в ноябре месяце, в город Яранск. Там она два месяца, примерно два месяца показывалась местным жителям. Потом они благополучно забыли и в остальные города. Там Царево-Санчужск был, Налинск, Уржом не смогли перевезти. И Вятку тоже не смогли перевезти. И о выставке благополучно забыли. До 1965 года, когда 77 произведений из Яранска, по приказу, который я показывала, были переданы в Кировский областной художественный музей. Все, что есть сейчас, это в художественном музее Кировском. Часть работ на этой выставке, около 30 произведений, представлено из Яранского районного краеведческого музея. То есть там часть работы осталась. Пожалуйста. Еще вопросы, да. А вы могли бы прокомментировать название выставки на телеге 21 века? Да, конечно. Ну, как вы понимаете, вы, наверное, связаны с музейной деятельностью, что название должно быть ярким. Дело в том, почему на телеге 20-й год. Я всегда, когда рассказываю, говорю, вы представьте, пожалуйста, время, в которое жили художники и жили эти люди. Дорог-то нету. Основное средство передвижения – телега. И вот на телеге перевозились 355 произведений. Поэтому авангард на телеге, но уже в 21 век. Можно я всем специалистам отвечу после? Нет, я просто хочу сказать огромное вам спасибо за новонайденного Богатырева, потому что я считаю, что это событие в музее в мире очень значительное, потому что Богатырев наш и так хорошо известен широкому кругу искусствоведов. Но на самом деле он представляет очень важную страницу истории Казанской художественной школы. Он возглавлял скульптурное отделение, и он воспитал целую плеяду очень довольно таких интересных, крепких скульпторов. Например, Владимир Кудряшов, который был показан в прошлом году на эпохальной выставке в Хутемасе в музее Москвы с грандиозной своей скульптурой. Это как раз вот просто вплоть от плоти богатыревские ученики воспитания. Кроме того, среди многочисленного творческого наследия фешена всего несколько скульптур сохранилось. И все они носят черты влияния богатырева. Потому что по лепке формы это очень быстро узнается. Это просто вот рука богатыревской приема. Фешенбит заканчивал академию по живописному отделению. Он научился специально скульптуре. И будучи преподавателем Казанской художественной школы, он перенимал опыт, навыки у богатырева. То есть там была коллаборация самая тесная, непосредственная. Вот поскольку от богатырева осталось... Крупица, да. ...ничего. Вот эти две скульптуры, это какое-то чудесное обретение. Вот мой вопрос заключается в следующем. Как удалось идентифицировать эти две работы с теми, что указаны в каталоге? Дело в том, что... Ну, я вот спрашиваю вас, сохранились ли там какие-то наклейки, подписи, надписи, указывающие на конкретные названия в каталоге? Или вы просто смотрели по сюжету и как бы так вот вближали написанное с тем, что вы видите? Спасибо большое за вопрос. Я отвечу. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, наверное, все не случайно, потому что нам бы очень хотелось, чтобы эта выставка была показана в Казани. Потому что казанские художники, как мы знаем, учились и были знакомы с вятскими, и, ну, скажем так, не постеснялись дать свои произведения в Слободы Кукарка после Казани. Потому что вторая художественная выставка, которая была в Советске, там часть работ были показаны на выставке в Казани, по-моему, научно-естественной, в 21-м году, и потом были отправлены в город Советск. Что касается идентичности. Ну, во-первых, на скульптуре «Дядя Силантий» есть подпись «Дядя Силантий». Вот, поэтому, понимаете, в чем дело? Она была поставлена вот в Советске как НХ, но «Дядя Силантий». Потом чудным образом они нашли каталог, значит, увидели «Дядя Силантий» дерево и сказали «Богатырев». Ну, там действительно «Дядя Силантий» вырезана, и вырезана монограмма художника. К сожалению, в госкаталоге, так как работ мало, я монограмму Богатырева не смогла разыскать. Но она там есть. Там есть наклеечки небольшие, вот она есть. Что касается вот этого удивительного старика, ну, во-первых, мы видим руку мастера. То есть работа-то очень интересная. Ну, и в каталоге она идёт как «Богатырев». Ну, как вот в госкаталоге, как и здесь. Как я уже сказала, там есть разновидности. Даже «Белянин», когда ты вводишь просто «Белянин», выходят одни картинки. А когда ты вводишь «Белянин НЯ», выходят другие картинки. Но подписи там нет. Вот в Яранске, в Яранске я нашла её по госкаталогу. Воочию я её ещё не видела. Вот эту я трогала, видела, крутила, вертела. Вот. Я не прятала, я бы столько раз там были. Я, Андрей Дмитриевич, к тому, что я, во-первых, до этого, я позвонила одновременно и в Советский краеведческий музей, и в Яранский. И там, и там сказала, ребята, ну, должно быть. Вот интуиция, как скандинским, не подвела. Вот должны быть. Давайте смотреть всё, что есть. Есть не так много скульптуры. Давайте смотреть. Я даже, когда в Советск приехала, сказала, ребят, я ничего у вас не заберу, но я хочу, чтобы историческая справедливость восторжествовала. «Несём всё, что есть». Конца десятых, начало двадцатых годов. Вот всё. Значит, когда всё просмотрели, всё вот уже, вот уже, я говорю, вот хорошо. Но вдруг там вот что-то не хотите показывать, фонды вести, чего-то стесняетесь. Вот столбики цифр. Вот вдруг найдёте. Так вот это с третьей художественной выставки. Значит, я говорю, что ещё есть? Вот, ну, давайте, что не знаем, несём. И фотографии несём, и всё, потому что фотографии тоже вот в Шивцево знаем, а всё остальных не знаем. Атрибутировали, вместе сели, посмотрели, всё сошлось. Идём дальше. Значит, они мне приносят работы. Они говорят, вы знаете, вот ещё есть. Давайте. Значит, Кусков, художник, достаточно профессиональные работы. Смотрим каталог второй передвижной художественной выставки. И там идёт Кусков, город Советский. Говорю, ребят, ну он же ваш. Ну, Советск. Ну вот. Вот кто он? Профессиональная рука. Даже если он учился у Белянина два года, он не мог бы за два года вот стать таким профессиональным художником. Предполагаю, что Казанская художественная школа. Пока вот открытая страница. Поэтому как-то так. Спасибо вам, что... Да, давайте. Да, это друг нашего музея. Он был примерно в то время, когда я показывала фотографии с последней страницы на последний слайд. Казмин Александр, реставратор, реставратор искусствоведник. Действительно, мне приходилось работать на музее из культуры, когда вот эти события развивались. Я, во-первых, приветствую вас, Анна Бабинова. Спасибо большое, Александр Александрович. Благодарю всех, кто сделал эту выставку, кто имел отношение к этой выставке. Мне кажется, это большое, сильное событие в нашей культурной жизни. У меня два вопроса. Вот вы показывали фотографии. Можно сейчас... Какие, Александр Александрович? ...интерьеры и вот на терморке. Угу, давайте. Белянинские, да? Да. Или с интерьером, вот с предыдущим. Вы знаете, вот, ну, пускай у меня кто-то поправит, но световые пятна на том, что они другие. То ли это такая, так сказать, нового... Это воспроизведение не очень хорошее, да. Вот это я фотографировала на телефон, потому что, если вы посмотрите, видите, вот эта рамочка. Поэтому это может быть еще освещение, ну, то есть какие-то нюансы такие. Она на самом деле более жухлая. Это один вопрос, и второй вопрос. Вот это госпожа Барнет, да? Да, Вивен Барнет, да. А это вот та женщина или нет, американский специалист, который еще до того, когда Кандинский был обнаружен, писал в музей письма, или это другая? Это та, Вивен Барнет, да, да. Это поразительно просто. Я знаю, что когда тихо, мирно музей жил и не в Кандинском университете помышлял, приходили в музей письма. И американские исследователи говорили, что господа, пришлите мне фотографии... Извините, я вам кусок. Да. Такое удачное выразление нашего любимого Василия Васильевича Корнецова. Да, так, так. Вот. И все были в растерянности. Тогда покойная Нина Мартенова. Да, Нина Петровна Мартенова, бывший главный хранитель. И она говорила, что, не знаю, у нас там были две маленьких... Нет, это рисунок, да, да. Он был как неизвестный художник, она отребутировала. И на фугу то, что должны быть такие-то работы. И, по-моему, несколько раз она писала, да? По-моему, Нина Петровна говорила, что было два письма. Ну, типа два. Вот это удивительно. Известно, откуда у меня были сведения, что в нашем музее должно быть и все равно? Когда мы общались с Ивина, мне удалось два раза общаться с ней. Она приезжала в Государственный музей изобразительных искусств Мини Пушкина, когда мы показывали все шесть произведений впервые в 2005 году. Живопись, ой, вернее, простите, акварель и рисунки из нашего художественного музея и из Яранского краеведческого музея. Она не говорила об этом, но когда в Русском музее мы встречались, она сразу же сказала, каталог, да, она сказала, да, да, да. Вот таким вот образом. Может быть, каким-то образом у нее был экземпляр каталога. Да, какие-то верхние основания. Да, бомбить наш художественный музей, да. Да, да, да. Еще раз спасибо всем за внимание. Да, я доверну. Спасибо.